Приветствую вас. Смотрите, я прочитал ваш вопрос, который вы задаёте. Я понимаю ваши чувства, понимаю ваши эмоции по поводу мамы. С обидами нужно работать, от обид нужно освобождаться. Как бы это определённый процесс, рабочий вместе с психологом. Обиды на маму, на отца. Определённые завышенные ожидания от людей, в частности от своих близких и родных. С этим нужно работать, чтобы ожидания были адекватные, умеренные, чтобы они относились больше к вам, а не к другим людям. Вот, но смотрите, весь ваш текст, это текст про других. То есть весь ваш текст, это текст про предательство, про потребности в других людях. Я не видел здесь вас. В тексте нет, нет вас. В тексте нет ни ваших ориентиров, ни ваших ценностей, в тексте нет ваших целей, в тексте нет ваших собственных приоритетов. В тексте нет только жалобы, обиды и всё. Вот. Это первое. Второе. Вы спрашиваете, что делать дальше, да? Что делать дальше, чтобы что? Вот теперь какая? Вы пишите, что... Значит, в то же время я тянусь к ней. Вот для чего тянет к ней? Для чего на ТВ тратить? Мне очень тяжело одной без родственников, совсем без поддержки, без доброго слова. То есть вы не самодостаточны, вы не самоценны, вы вот свою ценность, как бы, автономно, да? Не ощущаете, не чувствуете. Ну вот, как бы, с этим нужно работать. То есть увидеть ценность в себе, принять в себя, да? Отказ от постоянного внутреннего диалога с родителями и так далее. Для чего, кстати, нужно своих родителей вам принять с такими людьми, какие они есть. Вот. А по факту, ваши вот потребности, да, в добром слове, в поддержке, как бы это, ну, как бы это потребность в самооценке. У вас очень серьезные проблемы с самооценкой, вы себя не цените. Вот. Вы говорите, что я для них ничтожество, там, и так далее, а для себя вы кто? Как вы думаете, почему, вот вы говорите, что у меня там был мужчина, да, но он оказался там подлецом и женатым человеком? То есть видите, вы склонны, как бы, винить других людей в том, что вот с вами происходит именно других людей. Но ответственность самостоятельную на себя за то, что происходит, брат, вы не готовы. Вот это основная проблема. Далее вы пишете, опять же, как дальше поступать, да, чтобы что? Какая цель? Цели нет. Ага, дальше, вы спрашиваете, как дальше мне вести себя? Совсем не общаться? Да, дальше вести себя, опять же, чтобы что? Просто мы возобновили общение после того, как меня предал близкий человек. То есть вас вот как-то постоянно предают, да? Сперва мужчина, потом близкий человек, еще один. То есть тут вот тоже нужно смотреть, как вы выстраиваете отношения с другими людьми, на каких основаниях вы это делаете, на каких основаниях вы выстраиваете. Дальше, как можно верить людям, если мать, родная готова продавать 3 копейки, а при чем здесь мать и другие люди? Это первое. Второе, верить людям нужно, что можно именно, только доверяя себе. Вот, если вы себе не доверяете, то другим людям вы доверять не сможете. Вот, дальше вы пишете, что мой брат король, то есть здесь у вас все обиды на брата. И что я хочу, что меня уважали, считали своим мнением. Так будьте той, будьте той, кому будут уважать, считать вашим мнением. Это не человек, который ориентировался на других, это человек, который идет к своей цели сам. Вот. Суть проблемы вы передали, а вот, как бы, работать с ней нужно непосредственно с вами. Работать над ней нужно непосредственно с вами. Вот. Вот. Знаете, пока что я бы порекомендовал увеличить треугольник Карпмана, увидеть, что вы находите в частном именно состоянии, в состоянии жертвы. Вот. И это состояние жертвы характеризуется главным образом тем, что вы не берете личное ответственность за то, что происходит. Это то, что вам нужно взять личное ответственность за то, что происходит, выйти из состояния жертвы. В противном случае есть некая выгода, которую вы получаете от такого поведения, от сорок конфликтов и так далее. Возможно, это такое вот сублимационное поведение для получения все-таки какого-никакого внимания, какого, ну, какого-нибудь внимания. То есть, вот, если вы хорошие, да, если вы не ссоритесь с этим, все хорошо, то вам не внимания никакого. А так вы ссоритесь и получаете от этого внимания. Вот. И вы так привыкли, и так вы действуете. Дальше. Вы пишите, что сейчас мы с ней ругаемся по разным поводам, да. Так вот, возьмите ответственность, почему именно вы ругаетесь. Дальше вы пишите, я помню ее предательство, и зато мной никто даже не поговорил. Вот, знаете, когда говорят так, что я помню предательство, сразу здесь хочется рассмотреть вообще предательство, наверное, как таковую, да, что такое предательство. Предательство – это когда человек сожалеет в том, что сделал. Когда видно раскаяние человека, да, вот в этом случае можно говорить, да, он меня предал, но он как бы его предал, но он понимает то, что сделал, да. Вот. Принимать его после предательства, не принимать его после предательства. Ну, это уже решаете, ну, это решаете вы. Это ваше, как бы, ну, это ваше решение, это ваш выбор. Ну, если человек действует в отношении вас каким-то таким определенным образом, вредным, негативным, и не раскаивается в этом, и этот человек не раскаивается в том, что он сделал, то можно вот в таком случае, да, можно говорить о том, что это не предательство, это просто человек, который действует исходя из своих интересов. И это можно называть, на самом деле, как угодно, да, то есть можно называть это негативом, можно называть это как-либо еще, но это так, это реально. Это реальность, и лучше бы вам эту реальность принять. Лучше бы вам эту реальность принять. То есть принять, что ваша мама, например, так же, как и два других человека, которые вас предали, они просто преследовали свои интересы, и вы, вы отказывались признать, вы хотели поверить в то, что эти люди другие. А вот такими, какие они есть, вы их принять были не готовы, к сожалению. Вот. Вот это вот такое конструктивное восприятие предательство. Вообще касается того, не общаться ли вам с мамой, можно общаться, можно и нужно общаться, но для этого необходимо научиться бесконфликтному общению. Вот. То есть, например, использовать я-сообщению. Вот. Ну, в своем, в своем диалоге с мамой и вообще со всеми людьми, да, именно вот я-сообщение использую. Далее вы пишите, что мне очень многое пыталось пройти в жизни из-за ее поступка, да. Тут, опять же, перекладывание ответственности на другого, чем человека. Хоть и все очень больно, что Мэтт не осознала своей вины и продолжает за спиной плести интриги. Это проистекает из ожиданий, то есть, у вас ожидания в отношении к маме такого рода, ну, такого плана. Вот. Ожидания эти, они, они ничем не подкреплены, ничем не продиктованы. Вот. Это только вот у вас в стороне есть картинка, что мать должна вам стоить. Вот. Но правда в том, что она ничего вам не должна. И больно вам именно тает. То есть, если вы посмотрите на причину боли, да, на корень боли, то есть, что больно вам только потому, что реальность не соответствует тому, что вы хотите. То есть, вот вы сейчас хотите, да, реальность этому не соответствует. И из-за этого вам тяжело, из-за этого вам больно. Вот. То есть, опять же, вы можете сколько угодно, да, за это цепляться, но пока вы будете за это представление цепляться, она сама должна отобнать вину. Пока вы ищете виноватых, пока вы используете в своих словах, мыслях вот эту вот концепцию вины, ну, ситуация будет складываться негативно. Вот. Значит, работа с самооценкой, с собственными приоритетами, жизненными, с личными границами и личным пространством, обязательно. И выход из состояния жертвы. Почитайте, посмотрите правый треугольник Кармана. Я думаю, что вы там все для себя увидите и поймете сразу же. А так, выбирайте психолога и будут работать с обидами и с грабительскими отношениями. Вот. И совсем тем, что я перечислил. И обязательно сформулируйте цель, да. То есть, вот что делать, что бы что. Если вы говорите, что я хочу, чтобы меня уважали или считали с моим мнением, опять же зачем? То есть, я хочу, чтобы меня уважали, считали с моим мнением. Для чего вам это? В первую очередь, чтобы чувствовать себя как-то. То есть, если с вашим мнением считаются, то вы при себя чувствуете как-то. Если нет, то вы себя не чувствуете. Это опять же зависимость от других. А необходимо быть автономным. Для чего и нужно работать с самооценкой. На этом все, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего-всего самого доброго и удачи вам.